Девушки отдыхают Смогущего флота У нас на это задание, кстати говоря, имеется Флот их потопить Которые я в прошлой серии так и не выполнил Поэтому на меня тут и напали Ну и в общем-то, да К будущему сражению подготовился Все трупы тут и там собрал Распродался барахлишкам Заодно оружие тут себе вампирским сделал Ну вот, как видите, хотя бы вот у Лича И у Клирика И теперь мы уже можем возвращаться Ну, прежде чем пойду штурмовать пиратские крепости Я бы для начала пошел в местную драконью пещеру И по сути на это проблемы с драконами над джадами-то и решаться Навсегда Заодно я там же постараюсь выбить поезд берсеркера На плюс токсиле, который В игры испытания с его помощью Ну, в общем-то, все будет замечательно Нам, кстати говоря, не так уж много испытаний осталось в игре То есть одно мощное будет в Воронном береге Затем еще одно пикет теней До сих пор еще не знаю, какой оно там будет Затем вроде бы как декомпасбище Которое вот рядом с пещерой Бальтазара И последнее это у нас в Железных песках Так, ну что ж, давайте заходить в пещеру Старого Лоэба И вход в пещеру попахивает серой Довольно-таки такое забавное описание То, что тут у нас такая точечка стоит И следующее предложение сразу же начинается Интересно, кто это писал, наверное, какой-то слоупок Возможно, это как раз-таки есть этот Старый Лоэб Который уже Так вот, состарившийся дракон Ну, во всяком случае Этот дракон у нас тут будет чем-то вроде Мега-дракона, змея Чемоги 7 То есть такой достаточно мощный По-моему, даже самый мощный дракон в игре Так что с ним стоит быть явно поосторожнее И тут у нас сразу же встречаются Довольно-таки такие неприятные товарищи Это у нас великие змеи Ну, по крайней мере, постараемся сейчас его забить Без пролеча Надеюсь, это у нас получится У нас как-никак есть папирское оружие Да и к тому же мы стали гораздо сильные Чем в предыдущих сериях Так, и, наверное, я, пожалуй, поиск Берсеркер Это выбью самого старшего дракона Тубишь, Старого Лоэба Уж не буду пока что на этих отвлекаться Просто уж пускай Буду собирать то, что из них выпадет Так, ну тут у нас находится обычный дракончик Запросто его убиваем Такс Остается совсем немножечко в этом зале Такс, вуаля Так, и это у нас драконала Так, ну все Как видите, это было достаточно просто У нас даже великие змеи так уж и долго валятся На данном этапе игры Так, находим какие-то ищечки, плащи И посмотрим Так, ну это ни о чем на самом деле В основном мне попадаются какие-то вещи на устойчивость к окаменению И в целом ничего особенного там не из этих дракончиков То даже не выпало Ну что ж, печально Давайте-ка на всякий случай сохранимся И тут у нас встречается достаточно много контактников И, насколько я знаю, один из них обязательно будет вторым лойбом Как раз таки Хотя В этой локализации называется просто Олд лоб То есть В одном месте перевели А в другой как-то не совсем Ну что ж Это как-то Привычная ситуация для Буки Как и полагаем Так, ну что ж Давайте-ка вот этого дракончика Как-то сюда подманим Чтобы его отсюда можно было уничтожить Из-за этой стеночки Потому что он как-то тут Будет летать и тупить И В общем-то к нам он даже не подлетит Не догадается Как видите Достаточно такое хитрое место Можно так, я так полагаю И Старого лоба Без прилича-то победить Ну, во всяком случае Посмотрим Я как-то не совсем уверен в этом Так, убили большого дракона Здесь у нас еще один Вуаля Так, и здесь у нас Подлетят еще двое Так, это у нас кто такой Олд лоб Так, ну-ка погодите-ка Сейчас мы сюда спрячемся Не хочу сейчас от него получить Знаете ли Так, он нас отсюда достает Ну-ка давайте-ка отсюда Попробуем Да, все Он отсюда у нас уже не достает Все замечательно Без прилича-то козавали Даже его друга Большого дракона Такс Ну-ка, сколько у тебя там Немного уже осталось На самом деле Такс Ну вот и все От мегача мы уже избавились Можно сказать Давайте-ка пойдемте дальше Да, вот этих оставим На потом, пожалуйста Как я уже сказал Я постберсеркера Выбью именно Со второй лоба Чтобы уж было Как-то все эпично То есть такой вот у нас Мощный дракон Который упадает реликвия Все как полагается Не, ну конечно Реликвии могут попадаться Из-за пышных драконов Я как бы В этом разбираюсь Но все равно В этом вопросе Буду как-то принципиально И кстати говоря Здесь у нас находится Самый мощный дракон в игре 50 уровня Правда присоединится Он к вам только после того Как вы потопите Флот Регна Как вы понимаете Такс Да, кстати говоря Этот квест нужно будет Еще ждать Насколько я помню Так вот Так, ну давайте Вот эту соберем И тут мы по сути Ничего такого Сынного-то не находим Единственное, что Дуручный меч какой-то Попадается наверняка Реликтовый И кстати говоря Вот он топор Настоящий Что-то прям вспомнился Сразу же Стримчик от Вами Варпа Который Со своим одним Минотавром То игру проходит Тоже ему там Такой топорик достался Так вот Порадовался даже Так, давайте-ка Вот этого Великого Змея соберем Старого лоба Трогать не будем Большой дракон Так, и давайте-ка Тут у нас вроде бы Как еще два Больших дракона Таких вот валяется Вот он один Затем А, ну вот вроде бы Даже последний Так что давайте-ка Сейчас я тут На отдельный сейф Сохранюсь И попытаюсь С этого дракончика По себе и выбить Ну что ж, ребята Я снова здесь Как видите Поиск Берсерка Уже у меня Плюс 100 к силе Иммунитет к страху Меткость минус 30 И защита минус 15 Ну, во всяком случае Одеваем это на турнира Кстати говоря Он на какой-то причине Еще немножечко выше поднимается Как могли заметить Так, это у нас достается На время вапирша Ну а так Я буду сейчас Всем испытания-то И выигрывать Том же самом Вороном береге Нас поджидает Вроде бы как Испытание на силу Которое самое мощное Которое вот на 200 параметров Мне там Сколько-то единиц силы Не хватило на нашем турниру Не, ну конечно Могу сейчас делать Следующее То есть Воспользоваться фантачкой Вороного берега И там плюс 25 к силе Получить И как-то вот это испытание Может быть и выиграть Ну, во всяком случае Пусть Берсерка Сделала эту задачу Несколько попроще Так, ну все Вот мы получили 10 очков навыков Затем это у нас Достается уже вампирша Так, получай Такс Клирик Вуаля И последний у нас Лич Такс 10 очков навыков Для всех персонажей Затем это у нас Воспять и достается Турниру Пускай у нас Остается сам Мощный дамагер по игре Так, затем Этот пояс Опять достается вампирша Это у нас Для клирика По изомни такой выбить Так, и что у нас Тут такого еще есть Один за скорости Кому она нужна только Так, скорость, скорость, скорость Пожалуй, вампирша Что-то у меня как-то Со скоростью совсем беда Давайте-ка я сейчас оденем Так, это ни о чем На самом деле Могло быть получше Короче говоря Вот это все на продажу Остается, так полагаю Кстати говоря Сколько у нас сейчас времени? Как раз таки 6.00 Так что Я уже вряд ли успею Что-либо продать Да к тому же не успею Я в алхимический магазин Бегать там Какое-то зелье купить Черненькое Ну в целом Они уже не нужны Я так полагаю Потому что я уже По большей части Все испытания выиграл Давайте-ка сейчас Вернемся обратно В пещеру Бальтазара Затем в Дикое Пастбище Перейдем И посмотрим Какие Точнее сможем Либо там испытания выиграть Я хотел сказать Какое испытание Нас там поджидает На принципе Это уже не важно Потому что требует Она где-то 100 Единиц параметров А так у нас уже Все параметры За сотни уже зашкаливают С помощью нашего дня богов Так, давайте-ка сейчас Получим Эти 7 очков навыков Затем перейдем Пожалуй В железные пески Потому что Нас там тоже поджидает Испытание Но Не выигранное Так, и мне сейчас интересно Посетил ли я тут Обелиск Последний Такс Ага, ну все Посетили мы здесь Последний обелиск Все замечательно Так что Скоро же будем наверняка Искать этот самый клад Да и заодно Загадочку прочитаю Она тут, кстати говоря Читается немножечко необычно В отличие от загадочек С предыдущих частей То есть Она уже читается Непосредственно напрямую Там главное только Пробелы расставить А когда вы читали Загадочки Из предыдущих частей Типа Мечи Магии 6 и 7 Тогда там надо было читать Вроде бы как По столбцам Как-то так вот Так, ну что ж Нам тут осталось Сразу что выиграть Испытание Прикинь тене Так что давайте-ка Сейчас побыстренько Перейдем туда Такс Наверное даже ускоримся Так, ну что ж Вот мы уже снова на месте Приземляемся И какое нас тут Испытание поджидает И это у нас Вызов сила Ну что ж Ничего не могу быть Просто лучше Короче говоря Если у вас за игру встречается Абсолютно такое же испытание Тогда вы уже не выиграете Игра считает Что все Это испытание уже выиграно Поэтому вам лишних очков Навыков-то не дадут Ну во всяком случае 18 очков умения Или кого-то даже 25 Никогда не будут лишними Так что предлагаю Сразу же потратить На что-нибудь такое полезное Так, ну лечу пожалуй Сейчас мы вкачаем Не знаю Медитацию Опять-таки До семерочки А все остальные очки умения Уже пойдут в огонь Общим и на огонь Потому что я хочу получить Заклинание Интеритного дождика И собственно говоря Я собираюсь с ним Немножечко повеселиться Так, затем Клирику пожалуй Вкачаем немножечко Медитацию Опять-таки до семерочки Ну а все остальное Уже пойдет в булаву Почему бы и нет Затем Ему сейчас достанется Последний подковка Он эту под булаву Вкачает до четверочки Тогда будет с ней Несколько сильнее Так, а что касается вампирша Я стал сразу что-то вкачать кожу До мастера В принципе дальше Ее не поднимается Кратмастера по коже Можно стать по-моему Только тролль И заодно давайте-ка вкачаем Вот эти оставшиеся Пять очков умения И способности вампира Так, ну что ж Теперь у нас уже пятерочка Скоро уже станем Наверняка Мастерами По крайней мере максимум Который только возможен Мне в данном прохождении Потому что я все-таки Собрался проходить Игру только на 20 уровне Так, затем Турнеру Турнеру что-то мы тут вкачаем Ему тут особо вкачивать И даже нечего Потому что смотрите Меч у меня уже вкачан Магия воздуха ту же Устроение ловушек Мне-то даже вкачивать И не надо Медитация мы совершенно не нужна Ровно как торговля Обучаемость уже все Штурочка Опознание предметов не надо Владельное оружие Можно разве что-то Раскачать до эксперта Так, и знаете ли Я бы лучше все-таки Вкачал кольчугу Потому что тогда у меня Снимается штраф на восстановление Как видите Если я подниму еще Где-то трилли Уровня Тогда я смогу Вкачать эту кольчугу До мастера И тогда у нас в Турне Станет заметно быстрее Так, и давайте-ка Сейчас мы наколдуем На себя час могущества И пойдем тогда Штурмовать Пиратской крепости И все будет просто Замечательно Может быть не так Замечательно Как хотелось бы Потому что с меня Тут спал полет Так, и вот как видите Вот она наша Первая пиратская крепость Которая нам нужно будет Отправляться Пиратская цитадель называется Достаточно так вот Неплохо она оборудована Тут у нас такие пушечки стоят Казалось бы Крепость такая Неприступная Ну и давайте тогда входить И узнаем насколько Она неприступна На самом деле Регнадцы никогда Не славились тонкостью Эта толстостенная Цитадель Щетинвишуяся пушками Могла бы Послужить хорошим Лицетворением Неприступности Ну что ж Давайте входить Все-таки Наложим на себя Я так полагаю Отражение боли Явно тут не помешает Убиваем всех этих пиратов Как видите Охрана тут не такая же Мощная Как хотелось бы Могли бы тут хотя бы Красные пираты Стретиться Да и скажем Штуки 3 Например Сразу же Чтобы устойчивая крепость Была неприступная Такс Давайте-ка нажмем на паузу Чтобы к нам тут Сразу все не пюрли Так уходим Вот они уже сразу Нам и красные пираты Встречаются Стало мне только о них заговорить Вот он уже второй Опять-таки Это нашествие красной армии Которая уже была В одной из предыдущих серий Не ну в принципе Я тут наверное как-то Преувеличиваю На самом-то деле Мне тут только два пирата Таких встретилось И кстати говоря Ребят обратите внимание На то что наемники У нас тут уже дружили Это по какой-то причине Возможно это баг игры такой Потому что Разработчики такой момент Немножечко не продумали Но хотя возможно Ему уже совершенно На нас отлевать Дейла им станет сражаться Они уже так понимают Что это бесполезно По-любому Они от нас С одного удара умирают Такс Замечательно Затем еще вот этого Завалим И предлагаемся дальше Вот сюда Тут у нас будет И ходить этот склад Насколько я помню С пиратами Наемничками Разбойничками Такс Ну вроде тут ничего Такого полезного нет Ни один ящик Из Точнее по моей памяти Да даже не откроется Так Ну а теперь давайте-ка Возвращаться назад Скажем вот сюда Такс И здесь у нас Обыкновенный зеленый пират Пока что ничего особенного Из-за этой крепости С себя не представляет Кстати говоря Половину мы уже Где-то прошли Так вот Так вот Не ну все По тебе Достаточно такое простое А то что будет дальше Это будет Немножечко более сложнее Как по мне Такс Ну что ж Этих мы всех убиваем Заходим сюда И здесь у нас находится Местная видимо Пиратская кухня Потому что как видите У нас тут женщины Видимо они тут готовят Не ну в принципе правильно Я ничего не возражаю Все как по понятиям Женщина должна быть на кухне Такс Берем тут еще Немножечко золота Тут у нас еще Колечко валяется И обратите внимание Теперь мы уже зелененькие Вот так вот Цитадель перед нами легла Неприступная Казалось бы Ощетинившаяся пушками Причем ни одна из пушек По нам так и не выстрелила Возможно это сделали Чисто для маскировки Чтоб сюда Непрошенные гости Не заходили Такс Ну вроде тут Ничего такого интересного Тут больше нету Так что давайте Сейчас спустимся вниз Насколько помню Там будет нам встретиться Еще один такой сундучок По идее вы всегда упадете Если поднимите лифт вверх И в общем-то Сами вниз упадете Так ну здесь у нас колечко Сапфир Все остальное не так уж полезно Давайте-ка что-нибудь Кому-нибудь определим Я так полагаю Хотя особо некому даже Потому что у Лича То владение оружием То даже нету Так ну вообще-то На то что будет идти сюда Открываем эту секретную дверь И это нам открывает проход Тоннель под Регной Так ну что ж Будем спускаться И здесь нас уже Так утепло встречат Как видите То есть достаточно много пиратов Слава богу тут пока Ни этого красного Я не увидел И обратите внимание Теперь эти окры К нам уже вернулись Правда Последний раз Так полагаю Заново здесь же Мы встречаем Наших старых знакомых Рэгнанских магов Архимагов И всего там вроде Но все остальное Примерно то же самое Причем Прято тут встречается Абсолютно всегда В любом подземелье Я имею в виду Такют с таблями Ну куда ж без них Такс Поднимаемся наверх И это нас по идее Должно привести К одной из башен Так Вбиваем Боевого мага Ну вроде все Тут у нас больше Никого нету Это нас выведет Обратно башню Как вы понимаете Если вы Выйдете отсюда Тогда сможете вернуться назад То есть дверь уже Начнет открываться На которую Обращал внимание Предыдущей серии Так и затем Следующая башня Будет находиться Вот здесь То есть к югу отсюда Так ну давайте В первую очередь Вот с этими Чувачками разберемся Чтобы уж потом не мешались Кстати говоря Вот эти архимаги По моей памяти Могут еще вблизи атаковать Что достаточно неприятно Так К нам тут еще чуваки идут Давайте к ним позаботимся До свидания Ну вот как видите Мне тут даже лечиться Почти что не приходится Потому что Весь дамаг у меня тут Отхиливается С помощью моего Вампирического оружия Я так полагаю Нам тут подземель Который остался пройти Не составит Какую-то большую проблему Такс Убиваем мограф Продвигаемся дальше Кстати говоря Сколько у нас тут Времени то осталось А то просто У нас тут Настанет скоро Следующий день И я так еще Не отдохнул в таверне Наверняка Мне тут некоторые Начнут умирать И в общем-то Мне надо Как-то почаще Сохраняться Так полагаю Давайте сделаем Сейв Быстренький Поднимаемся наверх Здесь нас поджидает Синий пират Давайте-ка сделаем Еще цвет Кстати говоря Такс Ага Ну здесь у нас Находится очередной Выход на башню Возвращаемся обратно Такс Ребят Вы уж меня простите За то что Я сейчас редко разговариваю Потому что У меня в этот момент По какой-то причине Вдруг зачесался нос Не знаю Возможно к драке Или к чему-то другому Я как-то не особо Разбираюсь в этих приметах Так Ну что ж Убиваем еще больше Ограф Переходим сюда Маги Так И вот по-моему Где-то здесь Вот это перекресточки Нас должны тепло встретить Да Вот как видите Тут у нас достаточно Много пиратов Правда зелененьких Проблем с этим местом У меня не возникает Я помню один раз Когда я начал проходить Это место Меня тут достаточно Тепло встретили Там скажем Два таких вот красных пирата Еще куча всех остальных Типа синих И в общем-то Меня там Начали быстренько разносить Так Минус еще один Рекнанский волшебник Да ребят Не забываем о том что Регну надо называть Регной Такс Убиваем пиратов Ну вроде Тут у нас ничего Такого интересного нету Тут у нас противники Единственное что Снизу будут ходить Ну сюда еще вернемся Потому что Что тот Что другой проход Они приведут в абсолютно Одно и то же место Так что Как мы-то идем До данного места Тогда мы в общем-то Сможем пройти дальше И с этим противниками Разобраться И кстати говоря Здесь у нас находится Выход из локации Уже непосредственно В заброшенный Пиратский форт Где мы сможем найти Ядро для нашей пушечки Мега эпичной Которую в общем-то Пиратский флот Уничтожит Текс Избавляемся от них У нас тут достаточно Много ушей выпало Надо сказать Четыре уха Даже пять Что-то у нас Какие-то ушастые Угры начали попадаться Так готово Ну а стоит Тут совсем немножечко На самом деле Там кстати говоря Еще Предыдущий проход Кто-то появился Правда непонятно По какой причине Видимо Телепортнулись Или фиг его знает Так Ну что ж Давайте-ка что ли А Погодите Тут у нас еще кто-то бегает Как я посмотрю по карте Да Как видите Это проход Достаточно такой Длинный И извивающийся Ну так что Я его как-то Особо-то не люблю Я обычно По левому прохожу По этой причине Так Давайте-ка сейчас Об этих магах Позаботимся Я шпаю по звукам Потому что это именно они Стотой Которые кидаются Или ядом Ну в принципе без разницы Давайте сейчас Мы их сразу всех подберем И переходим уже Непосредственно На пиратский форт Да Кстати говоря Давайте-ка сейчас мы Вот эти уши-то все съедим Не хочу как-то на золото тратить Мне золота И так уже достаточно много А мне бы хотелось Еще побольше еды На самом-то деле Да Давайте-ка пускай У нас Уж это будет есть лич Как-то же проставленный гурман Экс Затем Давайте-ка наколдом на себя Ну хотя Погодите У меня отражение Болющее вроде работает Да Не так уж много На самом деле Затем Час могущества Подождем немножечко Свет факела Так И сколько времени 11.16 Давайте-ка сохранимся Я так полагаю Следующая локация Мне тут имеет смысл Поставить маячок Чтобы мало ли Мне тут кто-то умрет Сюда может Будет потом еще вернуться Так Пожалуй сюда Тут в принципе без разницы Что на гильеу некроматов Что на драконью пещеру Я в обе локации Все равно Возвращаться не буду По игре Так Избавляемся Пирата мага Продвигаемся дальше Тут и этих ребят Еще больше Экс Ну в целом Ничего особенного Ребят Как видите Так Ну что ж Еще один пират Архимаг Ничего особенного Открываем Вот эту штуку И здесь мы встречаем Двух пиратов Правда непонятно Что они тут Все это время делали И кстати говоря Мне поражает Еще одна вещь Что эти все пираты И окры Они как-то поджидали В тоннеле под регной Получается так Что они возможно Ждали именно нас И Это как бы все подстроено Это чей-то заговор Кто-то им сказал Что мы сюда обязательно Придем Да действительно интересно Все таки Именно здесь у нас Находится солнечный палец Который говорил Оскар Тайр Еще из прошлой серии Оружие брата Хова И в общем то Вот это оружие Чем будет замечательно Так от тем Что он опускает И плюс 7 Но оно во всяком случае Может наносить По моему даже Утройный урон По элементам Ну во всяком случае Он пока что Это оружие у нас Безо всяких модификаторов Понятное дело Потому что я играю На этой особой версии Где всякие модификаторы Особо пропадают В том числе У взрывного лука Я даже не удивлюсь То что он пускай Находится в ящике У него модификатор Опять-таки пропадает Ну не знаю Возможно Я этой палецой Буду пользоваться Солнечный Такс Берем здесь Еще больше золотишка Кстати говоря Мне вот эта штука Чем-то напоминает Форт Риверстай То что здесь у нас Где-то в самом конце Открывается Такой секретик С сундучком И кстати говоря Вот этот сундучок У нас вроде бы как Сразу в двух местах Находится Точнее его содержимое То есть получается Такой вот межпространственный Сундучок Как и мечи магии Сембола Там по-моему Гидр что-то такое имелось Так Ну что ж Здесь у нас вроде Ничего такого Больше не осталось Берем еще больше золотишка И кстати говоря Мне опять-таки Испомнился случай Из Летспелл Уж простите меня за то Что я постоянно вспоминаю Но во всяком случае Случай там был Достаточно такой знатный Дело там все в том Что когда проходил Вот эту пиратскую крепость Точнее вот этот Заброшенный пиратский форт Он там в одном моменте Может быть даже где-то В самом начале Достаточно эпично Отрогнул До сих пор это помню Правда не совсем помню На какой минуте Это происходило Но надо сказать Что так вот Надо договариваться С этими пиратами Это толстку лулпи Такс Здесь у нас ничего нету Особненького Забрали все Что самое ценное Так и давайте-ка Переходить сюда Потому что именно здесь У нас будет ходиться Ядро для нашей пушечки Такс И сколько у нас тут Времени еще 12.15 Давайте-ка именно здесь Уже мейк поставим Так Замечательно Убиваем тут еще больше пиратов И давайте-ка посмотрим Не сломали мне тут Что-нибудь еще такого Из колечек Например Да нет Вроде кольца еще такие Более-менее Работоспособные Да и все остальные вещи Туже Такс Переходим сюда Пока что Следуем такие Менее обязательные комнаты Так И по-моему Вот где-то здесь Нам должно встретиться Вот это Точнее ядро для этой пушечки Вот в этом Странном ящике И кстати говоря Мне это место Опять чем-то напоминает Мечу магию 7 То что Было подобное место Храме Ба По-моему Заброшенном И еще Грегоромовый кулак Там одна из последних комнат Где там было Очень много чернокнижников Бихолдеров И Менотавров Так Ну и в общем-то Давайте прочитаем набросочек Наконец-то После тольких лет неудач Мы наконец совершили Успешный пробный выстрел Пусочным ядром владычества Пушка не сорвалась Более того Выстрел вызвал ужасное разрушение На обширных площадях Теперь задача состоит в том Чтобы построить корабль На котором можно установить Экспериментальную пушку Когда мы сделаем это Мы будем вечно править морями Наши корабли смогут Отопить целый эскадр врагов Единственными выстрелами Из действительной пушки Ну вот как-то так, ребят То есть Вот такое-то у нас Мощное ядрышко Непонятно, правда Что в нем такого находится То, что она так вот Эпично взрывается Я думаю От самой пушки Как-то совершенно не зависит Она пускай большая Но все равно Она по идее Силу ядра Как-то увеличить И не должна Так, ну что ж Давайте-ка На колдун снять Проклетие на нашу леча Бывем тут еще больше Этих магов Да, угры нам тут встречаются Уже в последний раз За игру Вот эти магические Ой, ах Последний раз Мы так с ними весело воюем И вот этот брат Сам себя убил Ну что ж, замечательно Меньш-меньш проблем Так, всех подлечим Переходим Переходим Исследуйте Уже последние комнаты Последний По тебе Ленарег Не можно сказать Так, и здесь у нас Последний Херекнанский Маг войны Ну или боевой маг Такс Вроде бы Вот здесь у нас Ничего такого интересного нету Как, например В прошлом отсеке Как вот здесь Так что Переходим дальше Флекс Открываем секретную стеночку Здесь у нас Еще несколько Угров-магов И, пожалуй Вот это Точно будут последние Так что Все Больше мы этих ребят По игре не увидим Как бы то, конечно Печально не звучало Так, ну вроде Мы тут уже Даже все судучки собрали Так что Переходим уже Вот сюда Тут у нас На входе Последний пират По игре Или, возможно Предпоследний Потому что мы их Увидим еще в одном месте На самом-то деле По небольшому секрету А каком именно Я думаю Многие уже догадались Я сейчас веду речь Кто этот игру проходил Ну а всякав случае Такс Убиваем последнего Пиратского волшебника И все Выходим Из заброшенного Пиратского замка Так, и кстати говоря Мне тут вроде бы За все это время Никто так и не ослаб Что не может не радовать Ну а теперь давайте-ка Зарвем вот эту штуку Точнее Выстрелим из этой пушечки Нас еще при этом Достаточно весело Так вот отбрасывает И вот как-то так У нас эти корабли топятся Как видите Вот так вот у нас Эпично разрывается Вот это ядрышко От пушки Петеритные дождики Вызывает Ну вот какие-то Такие взрывы Игра в свое время Могла позволить Так, ну а теперь Давайте-ка что ли Покидать Турекна Переходим Вратно воронов берег И сейчас будем сдаваться Так, кстати говоря Мы тут даже вроде Не так уж долго играли Так что Сможет будем Делать здесь Что-нибудь еще Возможно Будут просто Тратить все Оставшееся время На пустые диалоги Ну, во всяком случае Давайте-ка поговорим С нашим Элграйм Феллмоном Насчет задания Ну и все Нам туда Дают награду За то, что Вот мы потопили Флот Регна И Аран Фист И вместе с своим Мудрецом Ксантром Уже прибыли Воронов берег Ну а теперь Давайте-ка поговорим Насчет Ксантра Он что-то знает О духах стихий То, что Вот он воевал Вместе с родом Катариной Во время событий Клинка Македона Против Кригена Так, ну а теперь Давайте-ка Возьмем задание Покурить с Ксантром По идее-то Наше следующее Слежетное задание Или я его даже не взял Так, по идее взял А где она у меня Кстати говоря Появилась-то А, вот она Да, кстати говоря Если вы это задание возьмете Ну если сдадитесь Например На счет Потупа Рекнацкого флота Тогда Здесь у вас вместо Ксантра встретит Какой-то странный мужичок Видимо Его Как же это называется Дворецкий И он скажет Что Ксантора Пока что на месте нету Поэтому нам нужно будет Потратить какой-то Временный разговор С Элграм Феллманом Тогда он там появится Соответственно Так, ну а теперь Давайте поговорим С королевой Катериной Насчет Терафии Я, конечно, это все читать не буду Потому что тут у нас Тех-то достаточно много Да и серию пора бы уже Думаю заканчивать И так уже достаточно Немало поиграли Рассказывает она Тут о Крегатцах То, что вот с ними воевали О духах стихий То, что она не поддерживает Мнение Роланда Ну то, что они все Такие плохие Она считает то, что И заставляет воевать Между собой Какая-то магия Так, вылетели стихии Кстати говоря Король Ролад Выглядит как-то необычно Как какой-то Чувак из Ратуши Мечи Магии 7 Я думаю, вы помните Такого у людей Это вроде бы был даже Мечи Магии 7 Портрет Роланда Правда, такой и бородатый Несколько Там у Криган Содержался Как вы помните Непонятно, почему Такого чувака Всегда добавили Видимо, он тут уже Решил поприться В какой-то веке Так, и Криганы Рассказывает он нам О том, что пробовал У них по или иной 6 лет Так, и НРОД Так, кстати говоря Здесь у нас пишется Вроде бы как правильно НРОД А здесь у нас НРОВ Видимо, вот эти все Названия переводил Какой-то один человек А текст уже Совершенно другой Как-то так вот Ну, возможно, кто-то Это сделал невнимательный Бывает И не такое Так, ну и напоследок Что мы сегодня сделаем Мы пошли поговорить С этим Ксантером Насчет кристалла Так, ну Он нам говорит о том Что для того, чтобы Пройти в кристалл Нам нужно будет Вроде бы как Раздобыть Четыре камня стихи Которые будут расположены В четырех измерениях И находиться Эти ворота будут В четырех краях мира Так, давайте-ка Сейчас откроем Заклинание Портал города Посмотрим на карту В общем-то Одно измерение Будет находиться Точнее Одни ворота Будут находиться На Киджаль на Ране На Уолкарическом острове Затем Портал в измерении Огня находится В железных песках Потому что Как вы помните Там находилось Огромное окненное озеро Рядом с пещерами Бальтазара Будет находиться Портал измерения воды Там вроде бы даже были уже Брали Великого магистра По воде Чтобы стать В общем-то Точнее Чтобы воспользоваться Майком Иллойда В какой-то веке Так, а здесь у нас Находится портал Измерения воздуха Это у нас В Шепчущем лесу Там у нас еще Большой пустырь находился Мы вроде бы там Еще никогда не были Точнее Как-то особо туда не заходили Да мы остальные Ворота измерения Пока что не видели Ну и в общем-то Как мы все Четыре Камня стихии Туда заберем Тогда мы сможем Брать и вот этот кристалл Ну предварительно Разумеется Поговорив с этим Чувоком Ксантром Нам сделать что-то Какое-то подобие ключа Чтобы мы проблялись внутрь И в общем-то все Надо будет Игры уже Так полагаю Заканчивать Потому что Там нам остается Играть не так уж и долго Потом с помощью этого кристалла Попадем в усмерение Этого разрушителя Который вот этот кристалл И создал Так Ну и нам тут еще осталось Выполнить кое-какие задания Найти какой-то Топор Бальтазара Найти Саркофаг Корбу И останки Корбу Чтобы стать Сферату А кстати говоря Я этот крист еще не сдал До сих пор Чтобы типа убить Техограф Давайте-ка сейчас Мы это сделаем По-быстренькому И вот где-то здесь Мы эту серию И закончим Ну а последующий серый Пожалуй буду заниматься Оставшимися вещами Типа выполнение Всех остальных заданий До зачистки Оставшихся локаций Ну и потом мы уже Пойдем исследовать Стихийные измерения Так полагаю Так ну что ж Вроде бы вот это задание Сдается у нас Вот здесь Так Уже у нас к сожалению Осталось И в общем-то все Сдаем это задание И да Где-то здесь Мы эту серию Пока что закончим В следующей серии Пожалуй буду начинать Если до конца Следовать этот альвар Потому что нам Просто осталось Следовать вроде бы Как вот эти Кноми шахты Которые находятся Вот здесь А затем Улисосами И кстати говоря Кто-то мне сказал В комментариях То что Вот в этой палатке Находится Оно очень интересное сообщение Так что Пожалуй вот я Вот тут и прочитаю Что-то как-то мне Не хочется все-таки Закачивать эту серию Надо сказать Ну теперь мы точно Закончим вот здесь Ребята Уже изменить меня Потому что так вот Все получается Потому что Что-то я вспоминаю То что надо все-таки Сделать Так А вот здесь у нас Видимо Вот эта записочка Находится или нет Так Ну кто-то мне сказал То что В одном из этих Судуков Находится типа Записочка о том То что Здесь у нас Находится Неудачно Искать Телеприключений Потому что Вот это Именно их Палаточки Именно они Их сделали И потерпели Они тут Поражение От Тос Так Ну что Жду Читать А теперь мы Готовы получить Наконец-то То что искали Так долго Невероятно Синок Невероятно Находится В каньоне Ксивера Нашего Лагеря И скоро Сокрович Находящийся Внутри Него Станет Нашим Я уверен Мы справимся Там Где не справилось Так много Других Не то чтобы Они были Недостаточно Отважными Но просто Они были Плохо подготовлены Потребилось Несколько месяцев Тщательной подготовки Но теперь У нас есть Магерь Которая потребуется Для перемещения О бассейном рои Золото Которое мы потратили На свитки Окупится Историцей Деньги Престанут быть Проблем Для нас Когда Ну и Тут что-то Не дописали Видимо А хосы на них Уже все Напали Все Купили И все В этом роде Ну в общем-то Следующая серия Пожалуй Буду уже заниматься Зачисткой Вот этого Синого роя Затем Гномами Шахтами Но там будет Наконец Топор Бальтазара Но потом Я уже буду Думать Что делать дальше Потому что У нас еще Достаточно Много чего-то Осталось Последовать Все-таки Все еще Впереди Ух Ну и В общем-то Да Всем спасибо За внимание Мои дорогие друзья С вами был Няшка Алдфа Акцепт Да Разумеется Именно так Надо было Закончить эту серию Именно вот На этом То что у нас Тут кто-то Так вот эпично Умирает Что-то вот Действительно Ребят Мне никак Нормально Эту серию Наверное Сегодня Закончить И не получится Ладно Вот здесь Если я все-таки Закончу эту серию Всем спасибо За внимание С вами был Няшка Алдфа Акцепт И до скорой встречи До всей серии По Мечмаке 8